Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня находимся с вами на одном из наших объектов, недавно законченных. Нет, уже сколько у нас? Полгода прошло, наверное, да, с ремонта. Мы наконец-то решились потревожить нашего заказчика, приехать в гости. Это Дарья. Всем здравствуйте! Мы находимся в двухкомнатной студии, 50 квадратных метров на Европейском берегу. И вот, хотели бы у тебя получить обратную связь. Мы обычно рассказываем от себя о каких-то решениях, но и охота именно от конечного пользователя узнать, что именно, ну, что для тебя удобно было, например, в твоем ремонте. Ты немножко рассказала, что бы ты нам о нем. Ну, в целом, мне очень понравилось качество ремонта, как все сделано. Это вообще моя любимая квартира, так скажем, где я живу непосредственно одна сейчас. И мне все очень нравится в разрешении. Мне очень нравится большая гостиная. Здесь очень удобно, получается, диван. Очень удобная зона. Я очень люблю городок, поэтому мне очень важно было, чтобы у меня была минимальная, так скажем, кухня, так как нет отдельного пространства. И, получается, мне очень важна обочая зона. А обеденный стол, который я очень люблю, я всегда хотела купить стол. Потому что, видите, ну, как стандартный, мне кажется, сейчас это все прямоугольные столы. Но мне именно хотелось что-то другое. И вот поэтому, если мне это было решение, чтобы купить стол. И вот. Тульчики эти делались вот на заказ. То есть ты вот для себя оценил именно разницу вот эту между тем, что где-то обычно это в магазине готов, покупаешь, либо что это изготовлено. Да, конечно, потому что мы работали совместно с Александром. Он нам рассказал. То есть мы приехали к Луну, в Шуру, так скажем, посмотрели все. То есть он предложил нам несколько вариантов данных студий. Посмотрели по цветам, у него очень богатая палитра и по материалам, и по цветам. И то есть мы, там было 4 варианта столик. То есть мы посидели, оценили каждый комфорт. И уже выиграли для себя наиболее подходящий вариант. То есть впоследствии мы согласовывали, какие у нас, допустим, будут кошки. Потому что изначально там хотели, думали белые, но думали, как будет сочетаться со столом не слишком много белого. Поэтому приняли решение, что будет у нас такой вот, ну, под березом. Поэтому такие вот... В целом было удобно, да, что не то, что ты приходишь с готовых вариантов, убираешь все полностью под себя. Да, да, в процессе мы поменяли, потому что изначально по дизайн проекта у нас были светлые белые ножки. И мы уже посмотрели, что действительно с такими ножками будет интереснее. Ну, вот лично я для себя оценивал, именно мягкость сидения, она просто невозможна. То есть это как вот на диване. Обычно они как бы, ну, там есть подкладка, да, но ты чувствуешь то, что под ней твердо. А здесь ты прям как на диван садишься. Ну, он очень воздушный, очень мягкий, действительно. То есть, ну, прям столик себя комфортно ощущаешь. Вот, допустим, я очень люблю здесь, у меня как бы рабочая зона немножко, и я себя очень здесь комфортно ощущаю. Да, и, ребят, если кому-то нужны контакты Александра, с радостью мы их оставим в описании, обращайтесь. То есть он для этой квартиры, он выполнял у нас, это наш партнер, он делал и стулья, и диван, который можете посмотреть более детально. Что о диване, да. Да, диван, это очень классный, он нереально мягкий, удобный. То есть так как в квартире у меня только, ну, вот спальня, для меня тоже было еще очень важно, чтобы было дополнительные спальные места. То есть Александр тоже нам предложил несколько вариантов механизмов, то есть мы пришли к наиболее комфортному, который будет для нас. То есть, ну, диван, на самом деле, очень, как будто он высокий, то есть он для меня, можно сказать, что он высокий, потому что у меня небольшой рост, да, и все, и что ноги не быстры до пола. Но мне на самом деле очень нравится именно, то есть если бы он был чуть меньше, то есть он бы не смотрелся на габарит. Так он и так богато был, не смотрелся, ну, это огромные, огромные, да, огромные подлокотники. Три метра, да, у нас. Ну, где-то около, да. Да, он очень большой, и то есть стена, мне очень нравится цвет дивана, потому что, ну, они вот прям гармонируют, то есть прям акцентно все смотрится. Стенка акцентная, это вот один из твоих любимых цветов, ты уже говорила, да? Мой любимый цвет, поэтому, да. Вот, из телевизора, как я люблю, всегда говорит, что все розеточки правильно расположены, все подключены, никаких проводов в отеле очень люблю, то есть для меня прям особенно. Да, внешнего ничего нет, и это не мозолит глаз, так скажем. Прекрасный вид, да? Да. Почему-то мне захотелось тебя перебить и рассказать о нем, потому что ты, скорее всего, больше к нему привыкла, чем я, но это безумно просто, очень красивая речка, и один из, ну, не один из самых, а самый красивый мост в Новосибирске, ночью с подсветочкой. Да, сейчас очень стали включать, и это очень красиво. Изначально, когда я приехала в Братию, первый раз, я слышала, я зря пошла к данному окну, и я влюбил эти трассы. То есть, мне кажется, я уже задолбалась со своими фотографиями района. Да, и я хотел бы отметить то, что здесь очень классная плитка ПВХ, мы с тобой уже 10 раз это обсудили. Она вот, и вот очень многие заказчики любят выбирать светлое дерево, это она. Так вот, это, по моему мнению, самая красивая плитка, замковая ПВХ из всех, что я видел. Ну да, квартира очень солнечная, солнечная сторона, и поэтому, я не знаю, мне очень нравится, как она смотрится, ну, вот, когда солнечный свет на нее попадает, очень красиво. И плюс к тому есть приятная фаска, они отделены, как отдельные досочки, прям, прям реально дерево. Да, как дерево, да, действительно смотрится, как дерево. Что еще интересного про кухню? Про кухню? Ну, кухня, в принципе, она только функциональная, то есть, мы тоже подбирали, чтобы у нас фасады совпадали с полом, ну, то есть, чтобы было сочетание, гармонировалось. Кухню тоже не хотели прям выбеленную, она, ну, смотрится так желта, ну, немножко, то есть, у нее такой маленький белый, ну, то есть, если бы она была кипельно-белая, то есть, в таком-то тоже эффект, мне кажется, это маленько поуютнее. Ну, вот, в целом разница видна, то есть, если столичница у нас, у нас же прям белая-белая идет, это все из искусственного камня. Кухню делали наши партнеры Анна, видео с ней вы могли видеть у нас на канале, если нужны контакты, тоже так же мы оставим все в описании. Что-то еще из кухни, что вот у тебя лично там по удобству, какие-то моменты из кухни? Вот, Аня, то есть, нам предложила такое решение наиболее удобное, то есть, в процессе подготовки, то есть, для нас, для всех макетов, Аня нам предложила перенести, получается, зону мойки вот сюда, потому что иначе бы поверхность рабочая, она бы была бы меньше. А изначально она вот здесь планировалась? Да, здесь планировалась, то есть, дизайнер нам здесь предложил. То есть, мне кажется, что здесь темный угол, и поэтому здесь логичнее было бы раз в мойку, раз в мой чайник. Плюс удобство мне нравится в том, что здесь так как мойка, и здесь так же как мойка, то есть, сюда можно... Угу, и на углу обычно стоит мусор. Да, 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 ну, как бы, да. Ну да, и так бы, если бы она здесь стояла, здесь бы осталось пространство здесь, здесь. Да, да, и там, и там, кусочков мало, да, и поэтому было решено вот так вот сделать. Ну, в этом Аня прям молодец. Да, Аня молодец всегда, мы ее очень любим, потому что очень важно. Это именно взаимодействовать с мебельщиками, потому что на этапе проекта нужно все продумать. Те же розеточки, все выводы, как бы, а если сторонние мебельщики, они там... Короче, очень много вопросов возникает, да, и с Аней у нас всегда все здорово. Мы ее очень любим. Мы тоже. Да, вот у нас одна общая любимица теперь. Из... сам фартук сделан из керамогранита, кстати, я не помню, это эталон или порцелоноса, тоже все испанец. Нет, это эталон еще. Да, вот. Сам фартук сделан из керамогранита, это эталон, ссылочку на него мы также оставим в описании. Вот, что здесь еще интересно? У меня сразу включается, хочется про удобное расположение розеток, про какие-то подсветки рассказать, но мне хочется послушать, что именно для тебя в жизни, что на что-то обращать внимание, что это является удобным. Ну да, вот мне расположение розеток, я уже говорила, что я люблю готовить, поэтому, то есть, я периодически всеми розетками пользуюсь. Мне очень нравится подсветка, то есть, это также здесь все мне видно, то есть, в процессе, допустим, оки, посуды готовы, то есть, мне тоже приходит очень. Также, мне нравится то, что изначально у меня была двухконфорочная плитка, но в процессе мы все-таки передумали и на четыре конфорки, то есть, это тоже плюс большой. Ну да, как ты вот любишь это готовить, да, они как бы в целом все же не используются, но когда остывает что-то, это как бы... Это очень удобно, чем нежели два. Вот, и мне очень нравится, как, то есть, нам дизайнер предложил расположить, получается, духовой шкаф и... СВЧ. СВЧ. Да, и то есть, это очень удобно. Да, и обычно вот такая часто встречается проблема, вот то, что все любят вровень поставить духовку, удобно, а дальше СВЧ и суп неудобно просто доставать какие-то такие вещи. Потому что духовкой все-таки реже пользуемся, да, но ты так и понимаешь, часто и пользуемся, как ты же готовишься. Да, чаще, чаще, да. Ну нет, ну на самом деле, мне очень удобное расположение, больше всего мы боялись за вот эту вот стену, потому что возможно что-то пролить, какие-то капли жирные и так далее, но как бы в процессе я уже живу здесь полгода, то есть у меня вот все вот так. Все ровно, ну да, изначально же эту стенку в проекте планировали сделать из плитки, чтобы тоже легко было протирать, но с декоративной штукатурочкой тоже вполне себе, я думаю. Ну, мне кажется, это прикреплено, потому что это интересно получилось. И моется она вот так же вот хорошо, то есть в отличие от тобой, в любом случае, если даже что-то повредится, ее можно аккуратненько переделать и восстановить. То есть, что тебе интересно на кухне? Мне очень нравится, потому что у меня люстра, то есть у меня вообще много света, то есть у меня никогда не бывает темно, мне нравится, то есть как предложили фонарики, то есть мы хотели комбинированно сделать, то есть большие и маленькие, но потом мы уже предложили, что здесь маленькие и там вот большие, то есть очень много света мне нравится. Да, вот с этим большая проблема, то что раньше привыкли все вешать одну люстру и думают, что достаточно, то есть он должен быть разбит на зону, то есть у тебя отдельно здесь идет, отдельно над диваном решил отдохнуть, и обязательно вот рабочая какая-то, не рабочая, а обеденная зона. Это очень удобно. Тут у тебя стоит встроенный холодильничек, его я думаю, мы не будем открывать, но в целом я думаю, понятно, и вот эту стенку тоже специально под кухонем возводили, то есть изначально просто здесь заканчивалась перегородка, ее возвели и сделали зеркало, чтобы расширить пространство. Да, чтобы расширить пространство. Мне очень нравится это вот решение, очень большое зеркало, мне безумно это нравится, то есть у меня долгое время не было зеркала, как только его уже поставили, совсем вид. Изменил, и объема, кажется, больше, да, хотя это казалось бы зеркало, то есть изначально, то есть у нас свою функцию полностью, как в проекте мы задумывали, это все исполнилось. Вот что еще, вот люстра, мне кажется, много кто захочет сказать эту люстру из-за твоей истории, сколько она стоит. Когда мы выбирали эту люстру, мы приехали первый раз в магазин, то есть мы увидели цену, я примерно понимала, что такие люстры есть на Алиэкспресс, то есть я начала активно искать, нашла, и уже заказала, но боялась, что заказав, мне придется переплатить, потому что я читала уже отзывы у продавца, то есть если до того момента, как я начала заказать, было все прекрасно, пока я ее ждала почти 2 месяца, то есть мы читали, что там кого-то не пришли несколько блоконов, кого-то разбитые блоконы пришли, я уже начала переживать, но в конечном итоге я помню, как я просто неслась с работы, чтобы проверить, проверить, цели в порядке, действительно нам повезло, что все в порядке. Ну вот это ценная информация, потому что очень многие заказчики любят из Алиэкспресс поискать, но большой риск, то есть в целом для понимания, эта люстра в магазине стоила 40 тысяч рублей. Да, мы за 16. За 16. И ссылочку ты с радостью поделись нашими подписчиками, да, так что если вам надо, то есть по отзывам все хорошо, все работает, все здорово. Да, конечно, но только что лампочки пришлось закупать, естественно, то есть это прямо несколько лет. И 25 штук на секундочку. 25 штук, да, 25 штук, даже если ты не в тревоге, то не в сумме к штуке есть. И в сумме к штуке есть. И в сумме, по-моему, будет 35. Можем мы, кстати, это все дело включить, я думаю, да? Вот как это все прекрасно выглядит, то есть это еще отдельно, отдельно над кухней, отдельно еще здесь. Удобно. И еще, кстати, вот я всем постоянно заостряю внимание на электрике, потому что, то есть какие-то такие решения, там, перекрасить что-то, ты можешь изменить, там, какие-то перестелить что-то, но электрику уже переделать, это все. То есть важно продумать проходные переключатели. Вот, вот это вообще плюс мне очень нравится. Наконец-то, что мне зря это, да, это действительно находит отклик. Да, да, да. То есть если, допустим, в коридоре свет включить, я очень часто встаю, да, то есть я включаю здесь свет. И, допустим, вот тут включатель на коридор идет, и в конце коридора у меня тоже есть выключатель. То есть, а входы тоже нужно включать? Да, входы, да, можно выключить. Это безумно реально удобно, вот это вот мне очень нравится. Ну да, у нас есть история, даже, например, там, трехкомнатная квартира, то есть из всех комнат выхода, коридор длинный, у каждого из выходов ставится переключатель. Именно не выключатель, а переключатель. Это разные вещи, вот чтобы из разных концов можно было включать, выключать свет, удобно. Это очень удобно. Ну, я рад, я рад. Что дальше? Можем прогуляться, посмотрите, какую комнату посмотрим. Это люстра тоже из Алиэкспресса? Да, это тоже. Мы смотрели все в одном магазине люстра. То есть порядка 18 тысяч рублей за около 6 тысяч рублей. И подвес тоже. А, он тоже из комплекта идет же, да? Мы можем его включить, да? Вот как работает. Ну да, у них, кстати, в теплых оттенках. Для спальни очень приятно. Получается подвес. Так как здесь еще планируется подвесная консоль, то есть где-то как столик для того, чтобы вы мне красите, то есть я здесь выбрала себе холодный цвет. Получается светильный. То есть там также можно комбинированный было выбрать. То есть можно было желтый. Один такой, один такой, да. Либо же просто желтый свет. Ну да, лучше выбирать один. В таком случае ничего хорошего не выходит. Когда два света удобно. Так же, что розеточки предусмотрены здесь. И там для зарядки телефона я у себя лично вообще не представляю. Это настолько уже привычно, что ты кладешься спать и кладешь телефон на зарядку. Да, согласна. То есть встаешь сразу с телефоном. Жизнь стаканчусь начинается с ним, да. Да, да. Также розеточки для телевизора предусмотрели чуть позже. Он здесь еще у тебя появится. Здесь еще появится дальнейшая мебель остаточная. Угу. То есть это еще все доделки. Ну здорово. И без мебели уютно. Очень уже даже достаточно с этими оттенками. Вообще, в принципе, все бежевые оттенки очень хорошо для спальни подходят. Здесь же они обои не совсем белые, слегка бежеватые. Акцентная стеночка. И, кстати, хорошо, что когда вот в проекте это все... Очень многие любят акцентными обоями все обклеить, если без проекта. То есть очень важно делать... То есть если что-то это вот активное, лучше делать одну стенку. Да, лучше делать одну стенку. Мне кажется, если бы они после всего лета были переборы и уставали бы глаза. Здесь спать тем более. Хорошо, что когда-то, кстати, эта акцентная стенка, она у тебя лежит за головой. То есть находится... Ты спишь, и у тебя здесь никакой нагрузки нет. То есть это все находится здесь. Тоже, кстати, я только что... Я только что пришел вот к этой мысли. Это, в принципе, очень хорошо. Это выглядело уверенно в целом. Бежим дальше. И вот мы говорили о коридоре, что вот здесь стоит один переключатель. Можно здесь свет выключить, а здесь можно включить от входа. Да, что вот у нас в коридоре? В коридоре. В коридоре мне предложили бы интересную идею. В том плане, что мы сделали теплый пол в зоне, где... Ну, называемся. То есть здесь очень удобно. У меня, по крайней мере, так как у меня тоже постоянно верзнут ноги. А мне было удобно, что я встаю с утра зимой. То есть постоянно тепло. То есть обувь была настолько нагрета, то есть можно было ее сушить даже. Обувь просто ее ставить. То есть если обычно нужны какие-то сушки для... То есть тут все было комфортно достаточно. То есть обувь, так скажем, замуж она прям полностью высыхала и нагревалась. Ну тут решается обычно какая проблема. Первое, что обувь сохнет. А второе, что ты прибегаешь с холода и быстрее встал. То есть я обычно... У меня теплый пол в туалете в ванной. И я убегаю туда быстро ноги на полу отгреть. Он зимой всегда активно работает. А тут как бы ты можешь и обувь просушить, и погреться быстро, если замерзнуть. И, знаешь, еще было удобно, чтобы слякоть вот этой вот нету. Обычно вот такая какая-то слякоть, а потом при этом все высыхает. Ну прям моментально. То есть если ты просто протер и дальше ты не поймешь грязь в полу. Ну да. И тут еще огромный плюс, почему тут из плитки ничего не делали. Какой-то участок. Потому что здесь из обычной плитки. И здесь карамгранит. Потому что здесь идет плитка ПВХ. То есть в отличие от ламината можно вообще не переживать за эту сырость. То есть что-то это все высохло и все нормально. У нее высокие классы, но со стойкостью. И как бы ее можно везде стелить спокойно, не переживать. Да. Все классно. Вот огромный еще вот на этапе проектирования был вопрос именно по этому участку. Что уже есть гардеробная. Здесь мы не можем сделать мокрую зону. То есть что с ним нужно было сделать? То есть что с ним сделали? Насколько тебе это казалось практичным? Ну, хозяйственный шкаф мы так его называем. Что такое зона? Здесь очень удобно, что у меня здесь стиральная машина. Спрятано. То есть вот. Все, ничего не видно. Потому что мне кажется в ванной, если бы была стиральная машина сейчас. Это место бы съедалось. Это место очень много съедается. Плюс у меня здесь бойлер. То есть это мне тоже очень нравится, что нет ничего такого выпирающего. То есть все спрятано, все комфортно. Так же. То есть тут все. Прям вот то, что не нужно, можно сказать, все тут лежит. Там, допустим, какие-то стулья, там, я не знаю. Былесос, где тут стоит. Ну, чтобы все. Я тут все спрятала. Мне очень нравится шкаф. Тоже не тратирование. Мне он очень нравится. То есть и как мы подобрали цвета. То есть в тон стены старались. Ну, я думаю, у нас это максимально получилось. Ну, да. Это прям очень удачно. То, что это обычно с эмалью угадывается. Прям тон в тон. А тут это все фасады в пленке. Получилось как бы это все угадать хорошо. Да, вот это мне тоже очень понравилось. То есть шкаф, он очень функциональный. Я постоянно пользуюсь ним, потому что непосредственно. То есть мне прям он очень нравится. И, наверное, как все заметили, у меня нет шкафов. Да, я только что хотел это сказать, чтобы это важно отметить, что в квартире нет больше. У меня нет шкафов. То есть получается шкаф основной здесь. То есть это хостблок. И получается гардеробная. И все. То есть и по сути больше не нужно шкафов. Потому что, мне кажется, все привыкли, что эти огромные шкафы стоят. Ну да, по всем комнатам зачем. Да. И мне кажется, это максимально удобно. Да, расскажи про всеми нами любимую межкомнатную дверь. Межкомнатную дверь, да. Она очень, она безумно мягкая. Как она закрывается и как она открывается. Мне кажется, мы в нее сразу влюбились. Она очень классная. Это межкомнатная дверь от компании Holtz. Система компакт. Тоже ссылочки мы оставим в описании. Ребят, которые ее продавали, устанавливали. То есть тут, конечно, стоит вопрос, если бы она открывалась сюда. В дальнейшем тут, кстати, ты хочешь поставить банкет. Да, да, да. Тут будет банкетка. То есть она бы мешала. То есть не туда и не сюда. И внутрь тоже как бы. И внутрь. Туда, получается, в эту сторону не было бы смысла открыть. Потому что здесь прихожая. А так это безумно удобно. Угу. Ну это же как-то вот до этого момента не часто привлекало на внимание. Но в целом вот именно вот эта прекрасная ситуация, когда можно объяснить, почему эта дверь максимально удобна. Да. Потому что хотели еще есть такие вот развяжные. Угу. Ну то есть мне кажется... Опять же, если была бы развяжная, здесь будет стоять тумба, она бы уже мешала. Вот с этим вот была с этой дверью большая проблема. То есть обдумывали очень много, думали, что именно вот как вот вход в гардеробную форму, поэтому пришли к вот такому решению. Угу. У них же есть, кстати, еще система компакт, которая открывается вот так. Да. Но при этом она скрадывает пространство. Есть там... Она вот здесь складывается ровно напополам. Есть одна шире, одна лужа часть. Ну то есть вот это вот именно в данном... То есть есть многое количество вариаций под разные задачи. То есть в данной ситуации вот именно это решение было самое удачное, я считаю. Мне очень нравится дверь, она вообще безумная. Да. У нас осталась гардеробная. Гардеробная, да. Что? Гардеробную мы думали. Долго. Да. То есть как ее оборим, чтобы она тоже была максимально функциональной. То есть тоже придумали. мне очень нравится то, что предложили. Ну я и хотела. Где можно было бы посмотреть, так скажем, украшение. То есть поэтому я врач не придумаю. Ну то есть я еще здесь сумму, потом все подделаю. А получается, так как я хожу в своем платье, то есть мне нужно было решение, чтобы тут просто никак не Ну просто перекладина. А еще вот от себя я хотел бы отметить то, что у тебя перенесен щиток в очень удобное место. Там стоит реле контроля напряжения, УЗО, о которых я тебе только что рассказал, а ты о них даже не знал. То есть ты максимально безопасен. Во-первых, в УЗО стоишь, что ты если палец в розетку случайно сумишь, ты будешь жива, все будет хорошо. Реле контроля напряжения, то, что если ударит молния, со статистикой ничего абсолютно не случится. Плюс мне вот всегда нравится, я обращаю внимание на такие вещи, что вот предварительно продумано, где будет полочка, то есть и что именно здесь стоит роутер, провода, потому что обычно это какой-то пучок всего, да, какомок, а здесь все стоит на своем месте. С гардеробной? Да. Все, мы перейдем. Остался санузел. Да? Рассказывай, что у тебя там интересного сделали. Ооо. Интересного много. Вся история началась с плитки, наверное, которые мы ждали с Испанией. Да, с Испанией. Это порцеллоносы, очень известный производитель. Да, мы, например, ждали два месяца, потому что это все было на карантин. Плитка очень красивая, по ощущениям, прям, так вот, активная. Мне очень нравится то, что она, ладно, я сделаю только в одном цвете, да, а у нескольких, там, то есть тут три разных плитки, то есть очень классно, что душевая, так скажем, оттенция тоже делегата. То есть это одна серия, но она слегка отличается оттеночком в этом царом, так что. И вот тут мне очень нравится, как сделана инсталляция, как сделана, то есть, ну, просто человек, вот этот цвет, он очень красивый, потому что он очень приобретет к нему. Камень просто, и вот я от себя добавлю, я знаю, что ты здесь живешь, а тебе делали плитку, но я очень люблю порцелоносы безумно, то есть, и вот сложно это показать видео, именно качество, ну, то есть это действительно как вот камень по ощущениям, то есть у каких-то отечественных производителей такой истории не будет нигде. вот акцент на стенках, классно. Здесь у тебя полотенце с электрическим, полотенце сушительным. Да, очень удобно, но в целом ты, наверное, ну, не ощущаешь, просто с электрическим проблем меньше, особенно если ты редко бываешь дома, потому что ты вообще не переживаешь, что это побежит или как-нибудь. У тебя здесь отрезали полотенчик, все это заварили, и все с электрическим спокойно спешит. – Это очень удобно, то есть, ну если нужно, то я бы выключил, если нужно, то это очень удобно, да, в мире мы также заготовываем. А, нет, нет, все, они… Все разберно, потому что, да, вот именно все это рассчитать. Потому что очень часто на начальном этапе кто-нибудь из заказчиков что-нибудь из готового выберет, но не учтет то, что изменится геометрия где-то, все это пошукатрули, выровняли, и потом все это не встает. То, что именно, вот санузел – место, где считаю, что всё надо на заказ лучше делать, чтобы всё спокойно встало. зеркало с подсветкой подразумевали что она будет подсветкой то есть вообще здесь зеркало и какое оно будет и в конечном итоге то есть из родиток очень долго думали то есть как это сделать а это разъеду этот выключатель вытяжка я надеюсь да и потому что я я этого не помню уже сейчас спустя полгода что за выключатель на целом то есть вытяжку нужно располагать здесь то есть не на то есть это немножко интимный конечно вопрос но в целом то есть ты чувствуешь что она нужна как бы она под рукой и не надо выходить то есть в чем смысл то есть тебе нужно подумать заранее когда входишь и да и и включить из коридора то есть одессе навсегда под рукой тут нужно вытяжку там сюда располагать пусть конечно пора розеток еще кстати вот то что у тебя там стоит машинка огромный плюс что если бы стояла здесь у тебя вы уже именно столешница она была бы высокая накладную раком это уже не поставила то есть нам пришлось бы делать встроенный накладная очень классно выглядит то есть машинка это было бы очень высоко для большинства людей в целом укладные раковины очень выгодно смотрится и сильно ударит греб он выглядит много дороже при той же стоимость ну да еще кстати вот что я хотел отметить до пол и дерево насколько они похожи то есть и плитка пвх иди и питка по дереву кстати плитка это тоже портала носа она раза она разноразмерно еще то есть что у нее не все одинаковые досочки на разные ширины у них разные они смотрятся да вот как у дерева действительно ссылки на все плитки мы также оставим в описании все что здесь есть и вентилятор вытяжки не нравится тому цветного даже принципе не видно незаметно и бежали чтобы посмотреть вот это плитку чтобы сравнить да я помню и в итоге но они прям вообще в целом ты смотришь они одинаковые душ душ и вот я считаю что люди делятся в основном на два типа ванны и душ то есть это в принципе разный образ жизни то есть ванны это то есть в принципе у молодежи сейчас ванну вообще очень редко можно встретить то есть такой темп жизни большой как бы с душевым гораздо удобнее ну да мне очень нравится то что есть тропический душ он очень большой мне нравится в принципе как сделано душевая в том плане что мне хотела прям чтобы была открытая получается прозрачная и изначально же по дизайну проекта было предложено ну чтобы вот так вот около половины было чтобы было открыто но я не пожалела допустим что мы все-таки сделали полностью перегородку в том плане что горячий воздух он выходил было бы прохладно было бы прохладно а так немного комфортнее все равно какие-то близкие все равно бы они можно устраивать вечеринку там в целом и поэтому мне очень нравится что мы все-таки приняли решение что она будет до конца передаваться но в целом да можно там что угодно делать и как бы ничего не расплескается кстати вот интересного вопроса сама уже сказала что про тропический душ ты любишь им пользоваться в целом вот я тоже я тоже например фанаты не представляешь значит уже мыться из-под лейки то есть и как бы очень часто сейчас возникает заказчиков запроса нужно ли делать или нет я всегда рекомендую что до тропический душ классно вот это же мне кажется к нему можно просто привыкнуть со временем то есть если кому-то не нравится то есть это нужно попробовать и потом мне кажется это постоянно еще за этим посадом у тебя все коммуникации расположены то есть за этим люком там все нужные краны счетчики в удобном доступе всем протечь нептун то есть ты сказала у тебя уже спрашивал пока на тебя еще не спасал его не было ситуации я надеюсь что если в случае чего но я не думаю что вот этого случая но в любом случае можно быть спокойным абсолютно еще пока не спасло но тоже уже чувствую что ты защищена плюс у тебя еще полосенчик еще электристики вообще не хочу переживать целом квартире я очень тебе признательно спасибо большое то что пустил свой дом рассказал о своем ремонте это очень смелый шаг мы стараемся клиентов не беспокоит нас с тобой сложились теплые отношения и как бы я очень рад что не только ты нас пустил рассказать о квартире сама в этом поучаствовал спасибо вам большое потому что действительно ремонт на высоком уровне по качеству мне очень все понравилось и то есть как с вами в принципе мы взаимодействовали то есть по магазинам то есть и дальнейшем если у меня случались какие-то ситуации они случались то я могла спокойно позвонить вам и то есть вы всегда помогали и поэтому мне кажется у нас такие доверительные отношения с вами получились что на вторую квартиру у вас потом тоже да кстати сейчас мы делаем еще одну квартиру для родителей дарьи вот там идет ремонт в активном режиме но здесь всю информацию которую мы рассказывали о всех материалах мы постараемся уместить в ссылках под этим видео спасибо вам большое за просмотр до встречи в следующем видео всем пока до встречи в следующем видео